Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня я покажу как шить легендарный костюм топ без лампас по выкройке Элины Потыковой костюм топ Первым делом, как всегда, первым печатаем лист, где есть проверочный квадрат Измеряем его, если все хорошо, печатаем остальные листы и склеиваем выкройку Теперь мы ее рассмотрим. Деталь переда состоит из детали переда со сгибом Есть место для шлицы. Деталь спинки со сгибом. Есть место для шлицы. Все указано Рукав состоит из трех частей. Деталь к спинке, деталь к переду и лампас И в этом мастер-классе я покажу как шить рукав без лампаса Есть детали пояса к спинке и к переду. Обе даны со сгибом. Кроить нужно из кашкорсе по одной детали Деталь манжет-рукава раскроить нужно две детали. Деталь обтачки горловины дана со сгибом Переходим к брюкам. Деталь задней половинки брюк две детали. Деталь передней половинки брюк две детали. И деталь лампаса две детали. Деталь пояса дана со сгибом. Есть метка для люверса либо для петли Также есть данные о резинке и насколько нужно собрать пояс. Деталь бачка кармана и деталь мешковины кармана И теперь я покажу как избавиться от лампас. Показывать буду на этих же выкройках в масштабе. Так вы точно все увидите, но сразу предупреждаю, в результате у вас получится гораздо красивее, чем у меня Начнем с брюк. Я покажу более простой способ, но если вы хотите заморочиться и чтобы шов, боковой брюк был ровно посередине Вы можете разделить лампас пополам. У детали задней половинки ничего не изменится А у детали передней половины брюк нужно добавить в бок половину лампаса и моделировать карман Также вам придется изменить деталь бачка и мешковины карман. Но если вы делаете как у меня, то начнем У детали лампаса со стороны задней половины брюк срежьте припуск Теперь вам эту деталь нужно приклеить к задней половинке брюк к припуску Можете сделать это скотчем, можете сделать это клеем, как вам будет удобно Здесь важно, когда вы будете приклеивать лампас, вам нужно повторить изгиб края Советую начать снизу, так удобнее и потихонечку приклеивать, обязательно стыкуя все метки и вверх лампаса и вверх брюк Задняя половинка брюк у вас готова, кроите ее вот в таком виде С брюками, надеюсь, все понятно Теперь будем переходить к рукавам С рукавами будет немного сложнее, потому что нам нужно смоделировать выточку Разделите деталь лампаса ровно пополам и прочертите эту линию Я сделаю вручную, потому что детали в масштабе Вы обязательно измеряйте линейкой Линию, которая разделяет лампас пополам, чертить до конца не нужно Примерно чуть выше середины И также разрежьте ее чуть выше середины, до конца не надо Я советую сначала приклеить лампас к половинке рукава, которая идет к спинке Для этого мы также срезаем припуск на лампасе Теперь эту сторону лампаса нужно приклеить к припуску выбранной нами половинки рукава Также можете приклеивать скотчем, клеем, как вам будет удобнее И советую начинать снизу Повторяя изгиб стороны рукава, аккуратно приклеите лампас Будьте аккуратны именно сверху, там изгиб более резкий Нужно аккуратно приклеивать лампас У меня в масштабе это не очень красиво У вас в реальном размере будет смотреться хорошо и ровно Теперь у лампаса со второй стороны также срезаем припуск И приклеим эту сторону ко второй половинке рукава Там это уже будет сделать попроще Посмотрите на результат Вот таким способом у нас образовалась выточка Сейчас покажу, как мы будем переносить ее на ткань Для начала срежьте ненужный уголок Для чего я это буду показывать? Для того, чтобы вы не забыли про припуски На изнаночную сторону полотна приложите выкройку Полностью всю ее переведите либо мелом, либо специальным фломастером Я обвела ручкой, чтобы было более понятно И сейчас к выточке нам нужно прибавить припуски Наши припуски равны 8 миллиметров Значит мы отмеряем с каждой стороны по 8 миллиметров И чертим линии В том месте, где линии пересекутся И будет конец припусков нашей выточки Сверху ничего прибавлять не нужно Просто соедините линии уже готовых припусков С припуском выточки Вырежьте деталь И раскроите точно такое же в зеркальном отражении В результате у нас получился цельный рукав с выточкой Шить будем из футера трех нитка петля Предварительно полотно продекатируйте удобным для вас способом И давайте рассмотрим детали, которые у нас получились после раскроя Деталь передних половинок брюк 2 штуки Две детали задних половинок брюк Две детали мешковины кармана И две детали бачка кармана Пояс со сгибом Рассмотрим детали верха Деталь спинки со сгибом Все метки для шлицы перенесите Деталь переда со сгибом Также для шлицы перенесите метки Две детали рукава Выточки отрежьте Для пояса манжеты обтачки горловины Нужно использовать кашкарсы Не советую брать больше 350 грамм После раскроя у нас получилась деталь пояса передней половинки Деталь пояса задней половинки Два манжета и обтачка горловины Для работы нам понадобятся Иглы для трикотажа Резинка Размер указан на выкройке Пошив начнем сверху Соедините деталь рукава лицом к лицом Скалите булавками срезы выточки Сточайте на оверлоке Смотрите В конце выточки строчку нужно вывести так, чтобы были воздушные петли Так выточку с лицевой стороны будет не видно Швы выточки приутюжьте и заутюжьте И теперь соединим рукава Деталь спинки и переда лицом к лицу И сколим булавками Главное не перепутать рукава Длинный срез всегда идет к спинке Короткий срез рукава реглан идет к переду Скалите сразу все срезы И разом стачайте на оверлоке Швы реглана приутюжьте и заутюжьте на сторону рукава На этом этапе я люблю обрабатывать горловину Ничего под рукой мешаться не будет Деталь обтачки горловины сложите лицом к лицу Скалите булавкой и стачайте на оверлоке Шов стачивания обтачки приутюжьте и разутюжьте в разные стороны на месте сгиба Для удобства можно зафиксировать булавкой Теперь найдите центр у спинки изделия Поставьте метку булавкой Соедините эту метку со швом обтачки Зафиксируйте булавкой Не забудьте убрать предыдущую Чтобы оверлок ее не заживал Потому что нож может повредиться Равномерно растягиваем только обтачку горловины Притачайте ее к горловине изделия А еще лучше Перенесите метки на обтачку горловины И состыкуйте их с метками горловины изделия Скалите булавками и равномерно растягиваем только обтачку Стачайте на оверлоке Горловину хорошо приутюжьте и отутюжьте И теперь давайте закроем шов горловины киперной лентой Киперную ленту начните прикалывать с одной стороны выточки И закончите ее на другой стороне выточки Еще раз хорошо отутюжьте и горловина готова Теперь давайте перейдем к шлице изделия Если вы шьете изделия из футера двух нитки То вам место для шлицы нужно проклеить дублерином Свободные срезы шлицы обработайте на оверлоке Эти швы приутюжьте Заодно на деталях спинки шлицы я заутюжила наизнанку Давайте разверну наизнанку, чтобы было более понятно Вот так заутюжила наизнанку Теперь соедините изделия лицом к лицу И скалейте боковые срезы Шлица спинки так и должна остаться в загнутом состоянии Наизнанку спинки Швы и проймы разведите в разные стороны Все зафиксируйте булавками Проложите строчку на оверлоке Очень подробно этот процесс я показываю В мастер-классе по пошиву костюма топ с лампасами Я стачала боковые срезы с обеих сторон И теперь разверните и проверьте себя Шлицы должны быть на одной линии Припуск шлицы спинки должен быть захвачен в шов Если у вас все верно и все сходится То теперь временно отложим толстовку А сейчас нам нужно подготовить пояс Деталь пояса спинки или переда Сложите лицом к лицу Скалейте боковые срезы Источайте их на оверлоке То же самое сделайте и со вторым поясом Полностью процессы показывать не стала Можете посмотреть в мастер-классе по пошиву топ с лампасами Строчки я проложила, приутюжила, вывернула и хорошо отутюжила Теперь будем соединять пояса со срезами для них у спинки и переда Начну со спинки Деталь пояса приложите к ребру заутюженной шлицы Лицом к лицу И накройте деталь пояса припуском шлицы У вас должно получиться так, что пояс будет между шлицей и ее припуском Равномерно растягивая пояс совсем немного Приточайте его на оверлоке Особое внимание уделите началу и концу строчки Там толщина хорошая Поэтому советую пройти эти места вручную вращая маховое колесо Сразу можете подготовить и деталь переда И одновременно сточать спинку и перед Эти швы приутюжьте Выверните шлицы на лицевую сторону и еще раз отутюжьте Так вам будет удобнее и понятнее, как собрать шлицы Когда все хорошо отутюжили, выверните изделие наизнанку И сейчас нужно проложить небольшую строчку на швейной машине Начать ее нужно ровно в боковом шве изделия И закончить в точке, которую вы перенесли с бумажной выкройки Для удобства можете ее прям прорисовать Теперь будем оформлять шлицу Выверните изделие на лицевую сторону И положите шлицы, как они должны быть Деталь переда идет на деталь спинки Прям хорошо разложите и зафиксируйте булавками Важно! Обратите внимание Когда мы фиксируем шлицы Мы фиксируем шлицу переда отдельно Отдельно от спинки Но сверху шлицы мы фиксируем две детали вместе Разверните наизнанку И проложите строчку по строчке правой иглы оверлока Начните ее на одной стороне шлицы Продолжите ее сверху стачивая обе детали вместе И закончите на другой стороне шлицы В начале и в конце строчки закрепки я не ставлю Мне удобнее и по моему мнению так красивее Протянуть нити наизнанку Закрыть их на узелки и спрятать в шов Обработайте шлицу и на другой стороне толстовки И посмотрите на свою работу Все ли правильно и все ли верно Если есть что исправить То я советую распороть и исправить И осталось нам обработать манжеты рукавов Деталь манжеты сложите лицом к лицу И скалейте булавкой Стачайте на оверлоке Шов стачивания я приутюжила И заутюжила в разные стороны на месте сгиба Для удобства выверните изделие на лицевую сторону Соедините манжет сгибая его посередине Изнанка к изнанке И вставьте в рукав Состыкуйте срез рукава и срез манжета А также боковой шов рукава и шов манжеты Разведя швы в разные стороны По типу шахматного порядка И теперь равномерно растягивая только манжет Притачайте его на оверлоке Оформите и второй рукав Ниточки все уберите Хорошо отутежьте И ваша толстовка готова И теперь переходим к брюкам Начнем с карманов Если вы шьете из футера двух нитки То вам необходимо будет проклеить С изнаночной стороны место входа в карман На передней детали брюк Положите деталь мешковины кармана Стыкуя срезы кармана Скалите все булавками И проложите строчку на оверлоке Либо на швейной машине Отстрочите шов на деталь мешковины кармана На швейной машине Эти швы хорошо приутежьте И теперь мешковину кармана Соедините с деталью бачка кармана Лицом к лицу Скалите булавками внутренние срезы Источайте их на оверлоке Карманы хорошо отутежьте И теперь соедините боковые срезы Передних половинок брюк и кармана И задних половинок брюк Скалите булавками Источайте на оверлоке На стыке кармана Сделайте небольшую закрепку Вот такие закрепки у меня получились Обязательно боковые швы Приутюжьте и заутюжьте На сторону задних половинок брюк Теперь соедините половинки Лицом к лицу И скалите булавками центральные срезы Обработайте их на оверлоке Эти швы приутюжьте И заутюжьте на одной из сторон Теперь соедините изделие Лицом к лицу Стыкуя центральные швы И скалите булавками Шаговые срезы Сточайте на оверлоке Центральные швы Разведите в разные стороны Получившийся шаговый шов Хорошо приутюжьте И теперь давайте оформим пояс Вы можете поставить люверсы Либо сделать петли Как указано на выкройке Предварительно проклейте дублерином Место под них Я буду шить без них Теперь соедините пояс Лицом к лицу Скалите булавками И сточайте на оверлоке Шов пояса приутюжьте И разутюжьте в разные стороны На месте сгиба Соедините его Изнанка к изнанке И скалите булавками Сразу разделяю его На 4 равные стороны А можете и больше Так вам будет удобнее Поставьте метки булавками Обратите внимание на Что пояс длиннее чем верх брюк Это нужно чтобы у вас в итоге Получилась красивая сборка Я вам показываю свой любимый способ Честно скажу Другие я не люблю Мне неудобно Но если вам интересно Вы можете попробовать способ Который показан в PDF Инструкции к выкройке Либо в мастер-классе По пошиву юбки black Также в моем мастер-классе По пошиву костюма Топ с лампасами Очень подробно Я показываю Как я притачиваю Такой пояс Сейчас я стыкую метки Которые я поставила на поясе С метками верхнего среза брюк Между меток булавок У вас на поясе Должны образоваться складки Аккуратно припосаживая пояс Притачайте его на оверлоке Пояс нужно именно припосаживать Ни в коем случае Нельзя растягивать Верхний срез брюк В шве стачивания Обязательно оставьте Техническое отверстие Примерно 3 сантиметра В результате ваш пояс будет выглядеть Именно так Не пугайтесь этого Отрежьте резинку Указанной длины и ширины На бумажной выкройке С помощью специального приспособления Вставьте резинку В техническое отверстие Пояса брюк Резинку протяните по поясу Равномерно распределите И зафиксируйте концы резинки На швейной машине Теперь закройте техническое отверстие На оверлоке Концы строчки Спрячьте в шов Равномерно распределите резинку И отстрочите ее на швейной машине Растягивайте только резинку Сам пояс ни в коем случае Растягивать нельзя Ширину отстрочки Измерите на бумажной выкройке Наметьте себе метки На панели швейной машине И проложите две строчки При наличии люверсов Посмотрите способ отстрочки В моем мастер-классе По пошиву костюма топ с лампасами Пояс хорошо отутюжьте Еще немного на него полюбуйтесь И давайте закончим брюки Обработав нижний срез брюк Этот срез я подверну На расстояние припуска И сколю в двух-трех местах Если вы новичок Я советую полностью приколоть весь припуск А еще лучше приметать Так точно все будет ровно Проложите строчку на распошивальной машине Если у вас ее нет Предварительно обработайте край На оверлоке И притачайте его на швейной машине Либо одной строчкой Либо двойной иглой Пояс я украсила киперной лентой В виде шнурка Еще раз хорошо отутюжила изделие На готовность И наш супер костюм готов Этот мастер-класс появился Только благодаря вам От большого количества вопросов Как шить этот костюм без лампас Мы и решили создать полноценный мастер-класс Костюм ТОП Смотрится шикарно И с лампасами и без них Ставьте хэштег Костюм ТОП Отмечайте нас в ваших соцсетях Всем спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok